Биотропика. Спорт, здоровье, долголетие. Итак, сегодня у нас в рамках проекта Биотропика в гостях Сергей Александров. Горнолыжник, паралимпиец, призер чемпионата России, тренер по горным лыжам. Поговорим про паралимпийский горнолыжный спорт, про то, где берет спортсмен-паралимпиец мотивацию, про жизненную энергию, про позитивную жизненную установку. У вас такая необычная история с восхождением на Эльбрус. Может быть, в двух словах, я понимаю, что, наверное, мне конкретно задавать... А могу я, да? Попробую? Да, вообще, все что угодно. В общем, восходили на Эльбрус и травму получили. Да, да. И в итоге остался без обеих ног. То есть у меня колени живые, дальше сантиметров 10 и все железо. Это ввиду обморожения, да? Ну, там такая ситуация, что, слава богу, живой остался. То есть там открытые переломы, обморожения, в общем, месяц реанимации и вообще совершенно чудесным образом у меня еще и колени живые остались. А восхождение было с юга или с севера? Ну, южный, через Терску, где подъемник там? Вообще, идея какая? Мы в тот момент готовились... На тот момент у нас была очень сильная команда, одна из сильнейших в мире вообще. То есть мы готовились к проекту, которого в мире до этого никто не делал. Мы собирались идти... Это произошло весной, травма. А мы собирались летом идти на Памир и брать три семитысячника в одном автономном путешествии. И до этого нас никто не делал. Это была международная команда, там, из нескольких групп, в которой мы тоже хотели принимать участие. Вот. И в итоге мы тренировались. Наша задача была просто пройти быструю акклиматизацию на Эльбрусе. Это простая гора, но она... Как это, простых город не бывает? Вот. И на относительно пологом склоне мы заходили со стороны лавового потока. Я не знаю, какая это западная, восточная часть, южная. Ну, там, где подъемники? Не-не-не, не там, где подъемники. У нас был поход. Через Джинсу? Мы там две-три недели шли в горах. Ночевали на четырех тысячах над лавовым потоком. Полодка? Да. И просто на следующий день зашли, погуляли на спуске на пологом склоне, который не требует групповой страховки. Я просто зацепился кошкой за кошку и кубарем полетел. Дальше, ну, летел метра два, получается, примерно там, по этому самому. И, ну, у меня вырвало самостраховку, я успел схватиться, и самостраховка соскользнула вместе с варежкой. Вот. И все. Дальше просто кубарем летел, остановился, там в щели снег забился. Вот в этом месте я остановился. У меня обе ноги, ну, не просто сломаны, а в прямом смысле на ткани держатся. То есть, то, что в ботинке жесткое, а дальше отломанное в разные стороны. Вот. Ну, а дальше больше 30 часов спасательной операции. То есть, я больше, чем через 30 часов оказался только в больнице, где уже оказывали полноценную помощь. Переломы возникли именно из-за вот этого падения, да? Да, ну, вот кубарем летел, ботинки жесткие, а дальше они цеплялись кошками, и это, в общем-то, классика. То есть, вы были не на страховке с другими ребятами? Нет, мы шли двумя парами, там не нужна была групповая страховка, там детей тренируют. Ну, вот, бывает и так. То есть, как бы вот слетел, и зацепиться не уже было. Ну, это на леднике, значит, выше, да, трех, там, восьмиста уже? Ну, мы на четырех ночевали, то есть, это точно наверху, вот. То есть, я примерно до места стоянки и долетел. Удивляет, как вы с позитивом об этом рассказываете. Это жизненный настрой такой, в общем? Ну, во-первых, это было давно, и сейчас я вспоминаю об этом достаточно спокойно. После этого столько всего хорошего произошло, что говорить о том, что это как-то там сломало мою жизнь или что-то, это точно нет. И это было очень важным событием в моей жизни, но я не скажу, что это как-то именно там подломило, надломило, или как что-то пришлось из этого там выбираться. Было очень тяжело, тяжело физически прежде всего, потому что, ну, после этой травмы, это действительно, это месяц реанимации, потом реампутации, потом вставать на ноги, на протезы. Это веселье исключительно, собственно, очень многие люди остаются в коляске по той причине, что вначале это дико больно. Вот. А если... Сколько потребовалось времени, чтобы научиться ходить на протезы? Это тоже такой неоднозначный вопрос. Рябель, просто я вот боюсь говорить, да, точное... Ну, к примеру. Потому что у каждого это действительно свое, потому что бывает, люди восстанавливаются годами. Вот. Я знаю человека, который через месяц после ампутации встал на горные лыжи. Вот. То есть разброс огромен, и он индивидуальный. Часто это связано там и с медицинскими сложностями и так далее. Мне, вот я в мае упал, 9 мая, потом 2 месяца, месяц реанимации, месяц я приехал сюда, в Питер были несколько реампутаций, в общем, восстановление. Летом оформлялись бумажки, я катался на коляске. И к осени я начал, ну, как начал? У меня очень классный протезист, вот. Он посмотрел на меня, вроде говорит, ты здоровый мужик, вот тебе на протезу, иди пробуй. Вот. И вот я пробовал там первые героические шаги до кухни. То есть я вливаюсь потом на костылях. Вот. Страшно больно, но я страшно счастливый. Я понимаю, что я смогу ходить. Вот. Потом через неделю я шел уже там до возлюбленной полтора километра. Вот. Это для меня такое событие было, вот. И меня там так ногу переклинуло страшно, что я потом даже... Ну, это было так больно, что я в течение недели или двух не мог... Вот даже одеялом касаешься и кричишь от боли. Ну, то есть прям вот минимальное касание вызывало вообще жуть. Вот. Но все равно я позвонил своему протезисту и спрашивал, что делать. Ну, то есть... Вот. Ну, все, я не могу ходить. Он говорит, можешь терпи. Все, прошло. И он меня этим спас, как бы, этой идеей, что нужно просто потерпеть. То есть для того, чтобы ходить, для того, чтобы жить полноценной жизнью, надо просто тупо потерпеть. Это... Ну, на самом деле это очень просто. Ну, это не сложно, действительно, потому что, ну, как бы, надо потерпеть, немножко болит. Ну, на ножка болит сначала. Вот. И в итоге там уже буквально через пару недель я фотографировал сначала свадьбу, ну, друзей своих. Это ваш основной вид деятельности, да? Ну, наверное, да. Вот. Просто у меня что-то много основных видов деятельности. Ну, расскажите, чем занимаетесь и как к этому пришло? Просто паралимпийский спорт сейчас не сильно отличается от олимпийского спорта. По результатам? По уровню конкуренции. Ну, то есть речь идет о том, что вот сейчас, ребята, я приехал 4 дня назад с Сахалина. Там был чемпионат России. В этом году я не... Даже не пытался попасть на игры, да, которые были вот... Которых нас выгнали. Ну, потому что у меня ребенок родился. И я понял, что мне так... Я не могу больше. Слишком много в моей жизни вмещает. А в целом, вот ребята приехали сейчас несколько дней назад. Они уехали на соревнования, на сборы в середине августа. За это время они были дома 14 дней. Ну, это... Это не просто работа. Это требует полного, абсолютного погружения. Все понимают. Вот. И моя профессия как фотограф, она отчасти помогает совмещать это, да. То есть я все-таки могу себе позволить пропасть на полгода, вернуться и находить там своих клиентов. Хотя это, конечно, сложно. Ну, то есть... Ну, понятно, да, что все совмещать... Там какую-то зарплату по Олимпийский комитет платит? Незначительно? Как будто... По-моему, я хочу что-то сказать. Тонкий лед, да? Тонкий лед. Да вообще, нет, ну, это просто смешно. То есть за... Люди первые в России за призовые места, там, 17 тысяч в месяц, ну, мне этого хватает только, чтобы на гору доехать на бензин. Вот. Ну, это смешно. Вот. То есть это не это самое. Есть топовые спортсмены, когда ты получаешь награды на чемпионате мира и на Паралимпийских играх, ну, тогда, да, там зарплаты серьезные, классные, крутые. До этого пустота. Ну, вот эти 17 тысяч, это круто, конечно. Вот, это даже как-то... А как вы после восстановления вообще, в принципе, пришли к горным лыжам? До этого вы занимались горными лыжами, у вас был интерес? Или вы выбирали вид спорта? И как вы к нему? Я тогда издалека, но постараюсь не сильно... Вот, просто до восьмого класса, у меня вот такой порог в школу восьмого класса, я был страшно болезненным ребенком. Я болел от каждого чиха, это было ужасно. Я всю зиму болел, вот, вот так вот горло прятал. Вы петербуржец? Ленинград? Да, да, да. Любой ветер, я все время заболевал, это была катастрофа для меня. И я был страшно болезненным ребенком. Потом в восьмом классе у меня появились друзья, которые... Ну, вот как-то так неожиданно, они предложили, побежали пятерку с нами пять километров и сказали, что они идиоты, потому что... Ну, в школе пробежать километр, это было самое страшное событие, которое могло со мной случиться. В общем, я с ними-то настолько сдружился, что начал бегать. Ну, катлетикой? Да просто бегать. Вот мы для души начали бегать, там, пятерку, десятку и так далее. Вот, произошло со мной невероятное. За полгода, за очень короткое время, и там, плюс-минус, да, я перестал болеть вообще. Для меня это было таким бешеным открытием, у меня это просто крышу снесло. То есть, я боялся, серьёзно, я ходил всё время, боялся вот горло открыть. Вот это вот, всю жизнь вот этого страха, и тут я понимаю, чувствую какую-то вообще дикую неуязвимость. Ветер, дождь, и я вот могу раскрыться, и мне хорошо. Я не боюсь заболеть, я чувствую силу. Это было совершенно дикое для меня классное открытие. Я уже начал бегать не просто каждый день, а это стало таким, ну, прям... Образом жизни. Да, вот, это кайф. Это для меня стало такой самой простой энергетикой. То есть, я устаю, я прихожу, мне днём там, ну, целый день там какой-то тяжёлый. Вот, уже кажется, там сил нет ни на что. Встаю, я пробежался, и как будто бы знойенький. Это кайф вообще совершенно нереальный. Вот, для меня это было открытие, и всё это нарастало, и к моменту вот падения, наверное, благодаря этому я вообще живой остался, потому что это требовало сумасшедших резервов в организм, вообще выжить в тот момент. Ну, просто с одним открытым переломом человек в среднем живёт около полутора часов. Вот, когда у него обе ноги оторваны, жить 30 часов, это редкость, такое бывает, но требует больших сил в организме. В общем, к этому моменту, ну, я мог бежать трое суток, ну, бегал трое суток, больше не приходилось, наверное, мог бы и больше. Просто вот надо было, да, соревнования какие-то у нас были там, я помню, вот, и бежал, и вообще нормально было. Просто... Надо ультрамарафониться было. Ну, тогда я не бегал даже марафоны, как это было тогда ещё не так модно, и как-то я даже не задумывался о том, что это какая-то спортивная карьера или какой-то спортивный там смысл, просто это доставляло мне невероятный кайф и энергию, которую я раньше не знал. После падения, да, это серия операций, это обезболивающие наркотики, это полная жесть, и организм садится вообще в дно. Я вот лежал, и всё началось заново. Любой чих, я заболеваю. Любое повышение нагрузки, я заболеваю. Меня это бесило страшно. Вот, единственное, что я точно знал, что есть рецепт. Я буду тренироваться, и я смогу восстанавливаться. Вот, и действительно, сейчас... Запомните... Сейчас я выдерживаю нагрузки здоровой сборной. То есть, паралимпийская сборная, чтобы было понятно, я вообще один выступаю на протезах, не только в России. В 2018 году в Корею я приехал, я был один, кто выступал на протезах двух ног. Вот, наша сборная – это ребята, у которых не хватает пальцев на одну из рук. Вот, это здоровые лоси и здоровые тренировки, абсолютно. Вот, это здоровая сборная, без каких-либо, там, подлажек, там, или, не знаю. Слушайте, Сергей, есть фильм у нас в России снятый не так давно, может быть, пять лет назад он вышел, как раз про парня, который в Апатитах живет и... «С одной вершины» называется. Да. Вот там, где ноги железные, это моя работа. Серьезно? Да, да, да. Ну, я там дублером снимался, это не... Не нравится. Как бы, не про меня, да? И вообще, эта история про Мошкина, про паралимпийского чемпиона... А, то есть, это реальная история, да? Не совсем. Это по мотивам его жизни, там, какие-то отрывки взяты. Все-таки, это больше такая романтичная история, да, это все-таки не про спорт. Вот, ну, это как раз тот человек, который на тренировке вылетел под поезд, ему отрезали обе ноги, вот, примерно, как у меня, и через месяц он встал опять на горные лыжи. В общем, это звери, не человек же, железный совершенно. Вот, но он уже давно, то есть, когда я пришел в спорт горнолыжный, он уже как раз из него ушел. Вот, поэтому... Ну, мы с ним знакомы, общаемся, классный дядька, вот. Где он там же и живет, в Апатита где-то? А я не знаю, где он сейчас. Последний раз он в Сочи где-то жил, ну, или учился там, вот. Понятно. В общем... Ну, как ваша жизненная история, да, по факту? Ну, в фильме... Да нет, ну, в фильме... В фильме все-таки это больше о романтике, о любви, как мне кажется, вот. Но схожесть только лыжи, только вот то, что действительно нас, как это... У обоих ног нет. А так, сейчас это уже горнолыжный спорт паралимпийский. Это, в принципе, спорт здоровый. Прежде всего. Горнолыжи, то есть, так же, как бег, дали вам тот же эффект? Ну, я искал, я искал спорт, в принципе, я знал, что мне нужно восстанавливаться, и я хочу в любом случае... Ну, просто это действительно для меня, я понимаю, что спорт – это энергия, без которой жизнь, ну, наверное, практически невозможна. Но, ну, не знаю, ну, как, ну, не хватит сил. Классная цитата, спорт, и, Сергей, особенно спорт – это энергия. Да для того, чтобы вообще жить. Ну, это самое простое, знаете, есть там у ниш такая фраза, если знаешь, там, зачем жить, выдержишь почти любое как. Ну, если знаешь, зачем, выдержишь почти любое как. Вот, очень повезло людям, которые нашли какой-то мега смысл жизни, и это дает им огромную энергию. Но это очень сложно, найти смысл жизни – это фантастически сложно. А вот пойти сделать зарядку – это просто. При этом ты получаешь энергию, которая тебе позволяет, там, искать смысл, там, еще чем-то заниматься. Но если ты не сделал зарядку, ну, так, я упрощаю, то так тухлый диваном весь день протащишься. Вот, и даже надежды не появится ни на смысл, ни на чувство вообще этой жизни. Вот, и это вот такое тухлое существование – это очень тяжело. Вот, а спорт – это энергия, которая, вот, позволяет уже искать и решать более сложные вопросы. Это самая простая энергия. Ну, это просто – заставить себя, там, пробежаться, делать какие-то эти движения. Не всем это просто, я думаю, что… Ну, это самое простое, да, из палитры действительно сложных вопросов о смысле жизни и прочих пустяков. Ну, так, по большому счету, да. Это как открыть глаза на то, что мы можем, но должны делать то, что мы можем, что от нас зависит. Да, 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 хотя бы вот начать, да, двигаться, и дальше уже там, может быть, есть шанс почувствовать что-то более значимое. Сергей, вы всегда были так позитивно настроены или это вот со временем немного адаптировались к реалиям, и это вам помогает? Ну, друзья говорят, что, по крайней мере, с падением ничего особо не изменилось во мне. Ну, у меня бывает тухлое состояние, это тоже нормально. Я сегодня вообще еле встал. Вот, ну, у меня просто сейчас были две серии соревнований, переход по времени, и все это вместе сложилось еще с маленьким ребенком, который встает в 5 утра и говорит «доброе утро». И, в общем, утром я был в так себе состоянии, вот, но выдернуть себя в здоровое, бодрое состояние, ну, это не так сложно. Какой образ жизни у вас, расскажите, который помогает вам быть сильным, поддерживать себя в тонусе и быть мужем, отцом, не обращая внимания на то, что, так сказать, где-то в чем-то у кого-то больше возможностей, и, несмотря на это, быть даже более успешным, чем большинство людей, которые там сидят, ничего не делают. Расписание хорошо бы составлять, да, любой спортсмен должен как-то придерживаться расписания, но у меня, к сожалению, катастрофически ненормированная жизнь. Ну, это связано с тем, что я пытаюсь в нее впихнуть массу приключений. Целенаправленно, сами пытаетесь. Ну, не то, что, просто глупо отказываться. Через пару часов меня ждет встреча насчет парашютного спорта. Совершенно новая для меня тема, которой я понятия не имею, но появилась возможность, и я считаю, что надо... И с инструктором познакомились? Ну, там большой проект, тоже паралимпийский, в котором, по идее, может быть, получится создать команду, которая будет заниматься всерьез паралимпийским парашютным спортом. Мне предложили попробовать поучаствовать, и я подумал, что, наверное, да, глупо отказываться от этой возможности. Также там несколько лет назад появилась идея с дайвингом. Тоже появилась возможность, попробовали. Оказалось, это совершенно безумно интересно. И я опять вписался, и не просто вписался там в разовое приключение, а это получилось, это полноценное обучение с международными сертификатами и прочим. Это трудно совмещать всё в одну маленькую жизнь. По-другому не интересно. И часто приходится отказываться от многого. То есть, например, когда у меня дочь родилась, я совершил такую оплошность-неоплошность, но я не стал менять свою жизнь, да, и как бы продолжил в том же формате. Как жена это воспринимать. Да, это было очень тяжело. И для неё, и в целом для семьи. И, наверное, да, я неправ был. Вот. Когда сейчас появлялся сын, я понял, что мне придётся выбирать. И да, я выбрал всё-таки притормозить. И в сборной я в этом году уже... Ну, вот в этот цикл я не в сборной. Есть другая сторона медали. Это речь идёт о том, что можно было бы чуть больше, вы имеете в виду, да, внимания уделять семье. В этом вы не правы. Да, ну просто в тот момент я как раз попал в... Ну, появилась возможность попадать в сборную. А про сборную я говорил, да, это полгода, всё, и свободен. И при этом рядом, ну, маленький ребёнок появляется. Здесь другая сторона медали. Ребёнок, когда вырастет, вы же для него будете примером. Да, да, я как бы об этом говорю, что в какой-то момент наступает, когда нужно выбирать, да, одно, другое. Всё-таки всё в одну жизнь. Просто, на мой взгляд, эта вся активность, о которой вы говорите, которая у вас внутри и в глазах светится, она вам даёт эту энергию, да, всё взаимосвязано. А если дома сидеть, ну, наверное, не будет этой той энергии, активности, и в то же время не будет такого примера вот этой активности для ребёнка. Ну, дома сидеть, это вообще, наверное, да, странное что-то. Вот. Ну, очень хочется жить, всё столько вокруг всего интересного. Хочется жить. Вот. Перед каждым из нас всё время возникают возможности, которых мы часто там отстраняем, боимся или там куда-то не идём. Вот. В жизни каждого человека их огромное множество. Вот. Просто они требуют усилий, требуют выбора. А выбирать часто не хочется. Хочется всё-таки кофе спокойно попить или там посидеть дома, а не в этот весь кошмар углубляться. Поэтому... Ну, я часто сознательно выбираю путь большего сопротивления, больших усилий. Я понимаю, что будет тяжело, но будет весело. А там посмотрим. Физически. Какой образ жизни в рамках питания, в рамках нагрузки, если тренировочные процессы в какой-то период, то какие именно там комплексные упражнения, может быть? Ну, то есть, как немножко, может быть, о себе, о своём образе жизни, который формирует вот это... Ну, я стараюсь в любом случае придерживаться здорового питания, но не фанатично без жёстких диет. Вот. У меня... Я очень доверяю своему организму. Он у меня вообще молодец. Такой пример был классный. Я позволил себе почти два месяца не тренироваться. Осенью было. У меня такой период, когда очень жёсткий сезон был. Я забыл сказать, что летом мы сейчас занимаемся ещё вейкбордом. Причём занимаемся на таком уровне, что начиналось это всё с... Ну, с простой инициативы. Адаптивный вейкборд – это... На доске ставится специальный стул, и мы делаем те же трюки, ну, почти те же трюки, что и здоровые. В итоге вся эта инициатива за пять лет превратилась в то, что мы на различных соревнованиях, в том числе чемпионате России, себя настолько круто проявили, что иностранцы увидели то, что мы делаем, приглашают нас сейчас на чемпионат мира, и, в принципе, мы готовы соревноваться с... Ну, реально бороться за призы. Вот. Ну, это будет сейчас в Лондоне в июне, я не знаю, как мы туда попадём, но мы до сих пор не отказались от этой идеи. Сейчас посмотрим, ещё, может, чуть прорвёмся. Ну, да. Лето вейкборд. На виды спорта. Не, мы там за посёлком Свердлово занимаемся на озёрах, на карьерах, вот. Ну, там основная база, а так она уже прямо по всей России уже, это веселье, прямо уже команда получилась у нас, очень интересная. Но суть в том, что был, так сказать, мощный сезон очень, а перед тем, как начаться горнолыжный, я два месяца ничего не делал. Вот. Мой организм... Сначала я продолжал жрать, как обычно это делаю, всё, что движется. А где-то через неделю, через две без тренировок я просто начал забывать о еде, и мне это, в принципе, не нужно было. То есть вдруг он, ну, спасибо моему организму, он сказал, да тебе не надо, и ты не тренируешься, не что есть не надо. Режим поменял, да? Да, 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 я в этом плане себе доверяю, вот. Ну, надеюсь, я позволю себе такую гнусность, я почти два месяца, ну, без серьёзных тренировок. Но при этом каждый день уже много-много лет я делаю зарядку, я в любом случае очень активно двигаюсь. Мне просто... Я очень люблю интересные тренировки, вот, вейкборд, горные лыжи, это действительно интересно, увлекательно, и просто идти в зал для меня это, ну, мука и страдания. Вот, я очень люблю бегать, но с бегом связаны технические сложности. У меня есть ноги, на которые вот эти вот, как у Оскара Писториуса, да, пружины такие, да, на которых можно бегать. Но они, это не совсем пружины на самом деле. Проблема их заключается в том, что под них, как бы, надо набивать мозоли. То есть, нельзя вот просто взять, сегодня я захотел побегать, одеть их и побежать. Под них мне надо полномерно, аккуратно набивать мозоли. Я должен там каждый день, там, вот, 15 минут бегать, потом идти домой останавливаться. Меня обычно там на неделю хватает, потом я думаю, да всё, хватит, я побежал пятёрку. Прибежал на следующий день, ноги разбиты. И, как бы, потом восстановление. И вот меня всё время это колбасит, то, что мне трудно втянуться полноценно в бег, потому что это требует постоянно вот этих вот технических сложностей. То есть, я хочу бежать, хочу дальше, но ноги просто разбиваются в кровь, ну, и, как бы... У нас есть парень военных, у нас есть сообщество, спортивные предприниматели, я всём жалово, а там есть парень, он военный, и он бегает вот с одной, без одной ноги, вот с этой штукой, с такой, как вы сказали, да, протез Ускара, пистолиус. Ну, просто он самый такой знаменитый, да. Пластина, да. Ну, он бегает и десятки, и пяташки, и с хорошим временем, наверное, адаптироваться, да, со временем? Не, это можно. У меня получалось целый сезон бегать уже нормально, и пятёрки, и десятки, но это требовало прямо аккуратной, кропотливой работы хотя бы месяц. Вот мне это прямо... Не представляю. Ну, меня это прям вот, ну, меня это расстраивает, и я всё время срываюсь в, там, более длительный бег, или в итоге забиваю всё-таки еду на тренировки какие-то, да, на лыжные, на вейкбардические, ещё какие-то. А где энергию перейти на такую разностороннюю активность? Бывает же, в любом случае, провалы, да, и не хочется. Да. Как вы себя представляете? Ну, как, ну, я же говорил там, как, можешь терпить, да, ну, то есть здесь точно знаешь, что, ну, бывает тяжело, вот, ну, надо встать что-то, ну, как бы иначе силы не будет, вот. Я уверен, что... Дело в том, что у меня такое есть ощущение, что я, просто есть очень много таких лайфхаков, там, много, много чего можно на эту тему рассказать. Не, ну, что работает для вас. Вот, в этом-то и суть, что каждый раз, на каждом интервью, или при каждом, при каждой ситуации, когда мне нужно куда-то встать и идти, я сам для себя заново ищу этот ответ. Вот, каждый раз получается заново. И, ну, нет тут какой-то железобетонный, там, да, вот, как сказать... Ну, нет волшебного ключика, таблетки, которые кто-то подарит и, значит, на всю жизнь. Все персональные, все, наверное... Каждый день, каждый раз ты будешь решать это заново. Просто с этим смириться надо. Это уже отлично. Ну, наверное, да, в этом что-то есть. Смириться и делать. Просто смириться с тем, что никто тебе волшебную таблетку не даст. Заставлять себя только самому. Вот. Я уверен, что для многих, в принципе, ваш пример и ваша позитивность – это уже двигатель. Потому что многие ребята, в принципе, не имея никаких ограничений, позволяют себе ничего не делать и плачут о том, что не хватает мотивации, не хватает, там, то мешает, другое мешает, там, настроение плохое, здоровье плохое. Но ваш пример, я думаю, очень многих сейчас поднимет с дивана в прямом и переносно смысл. Ой, я… мне, конечно, хочется в это верить, что… Это тоже может быть миссией, правильно? С одной стороны, я в это категорически не верю. Я не верю, что человек может на кого-то там посмотреть, значит, его кто-то научит, и вот он получил волшебный пенди. А как пример? Что ты сидишь? Но при этом я понимаю, да, я понимаю, что, ну, вот в моей жизни тоже есть примеры, за которых я следую. Я понимаю, что без них мне было бы очень-очень сложно. И я очень надеюсь, что для кого-то, может быть, я сработаю этим примером. Но я хочу подчеркнуть, что это может сработать только в том случае, если сам человек ищет, двигается, ищет вот людей. Вот так, что вот если вот сейчас мы тебе покажем, и у тебя все будет хорошо, это неправда. Сергей, именно для таких ребят, которые ищут информацию, мы снимаем наш видеоблог. Потому что мы же не можем навязывать, да, кому-то там свои интервью, но очень много ребят сами ищут, смотрят, пишут. Тогда это может сработать. Я уверен. Я могу рассказать вообще, вот есть зарядка, вот если есть конкретики, да, я каждое утро много-много лет делаю одну и ту же зарядку. Называется она «Пять тибетцев». В интернете есть. Вот. Мне кажется, это офигенная галочка, что ты утром встаешь и делаешь железобетонные. Я в аэропорту делаю, в поезде делаю. Давайте, показывайте. Не, показывать там. Это в интернете есть. В двух словах это... Пять упражнений, они занимают там минут 10-15, но после них можно вдушить испогодно. Вот, даже, ну, при любой. Они, эти упражнения подходят всем от полулежачего состояния до максимально здорового спортсмена, да, как такой базовый комплекс. Вообще, прям, мне кажется, самый сумолёт. Понятно. Все посмотрим. Такая утренняя галочка – это класс. И она... Вокруг этого комплекса ходит ряд мистических легенд о вечной жизни, там, кармических. Я понятия не имею, что это. Но есть ещё, кроме этого, объективные медицинские данные, когда это комплекс упражнений, направленный на активацию по очереди, да, желез внутренней секреции. Ну, как бы, условно говоря, мы даём, пробуждаем кровоток, создаём такой гормональный компот на ближайший день. Вот. И это прекрасное вообще упражнение. Мне очень нравится. Вот один из секретов, Сергей, это 5 тибетцев каждое утро на напряжении многих лет. Я просто... Я зачем это говорю? Просто если кто-то такой подумал, сейчас сидит такой, ну, всё, завтра начну... Ой, или с понедельника начну что-то делать. Вот я рекомендую не с понедельника, а с завтрашнего утра начать. Да, сейчас у всех есть интернет, что доступно. Слушайте, если хоть кто-нибудь один начнёт, я считаю, что... Уже не зря. Я живу не зря просто. Я точно так же, поэтому мы с вами одну цель преследуем. Вот, то есть, ну, вот бывает, да, можно говорить о каких-то высоких вещах, а можно начать с конкретики. И эта конкретика может очень серьёзно поменять жизнь. Вот. Вот такая маленькая галочка утром. Мне каждое утро тяжело просыпаться и делать эти тибетцев, на самом деле. И мне тоже лень. Но поскольку я делал это много лет, это стало уже не просто привычкой, а каким-то... Ну, мне без этого вообще прям некомфортно. Если я не сделал, я начинаю это... Ну, как я... У меня что-то в жизни... Что-то в этом дню не получилось. Ну, на самом деле, я думаю, что самый главный секрет Сергея – это всё-таки позитивный настрой, позитивная установка. Я разговариваю и чувствую, как вы заряжены. И вот это, наверное, с рождения этому же не научиться. Только жена знает, как я кряхчу и станю каждый день. Ну, то есть, ну, нельзя сказать, что я всегда такой весёлый, позитивный, активный. Что, а Red Bull выпили? Нет, нет, я ничего не знаю. Шучу, шучу, шучу. Ну, имеется в виду, что у всех нас бывает разное состояние. Шучу я. Да-да-да, я понимаю. Вот. Постоянно быть активным, быстрым – это невозможно, это сумасшествие. И всегда будут какие-то сложности. Ну, как говорили, да, когда тяжело, всё равно придётся искать способ вставать. И, как мне кажется, физическая нагрузка – это самый простой способ найти энергию в этом жизни. Потому что, ну, очень трудно найти какой-то смысл там и прочее. Вот. Согласен. А это самое… Как вы считаете, спорт в жизни каждого человека должен присутствовать? Я считаю, это просто, не знаю, это необходимость какая-то. Ну, есть такой противоположный пример. Я встретил когда-то человека. Ну, я фотограф и работал, в общем, был какой-то корпоратив закрытый очень, там, не помню, «Газпром» или кто-то там, в общем, какие-то топы. Вот. И они пригласили к себе на корпоратив Татьяну Парфёнову. Вот. Это модельер наш. Это давно очень было. Но суть в том, что я фотограф. Главная модель Татьяны Парфёнова. Если вы видели, как она выглядит, ну, в общем, она не ведёт здоровый образ жизни, судя по тому, как она выглядит. И моё первое впечатление было, господи, как же я буду фотографировать её, да? Ну, женщину надо как-то красиво изобразить, Анна. Надеюсь, она это не посмотрит, чтобы не видеть. Подождите. Я хотел сделать ей чрезвычайный комплимент. Вот это моё первое впечатление. Когда она начала говорить, через мгновение я в неё просто влюбился. Вот. Это тема, которая для меня совершенно далёкая. Мода мне вообще непонятна. Я понятия не имею, что такое мода. Вот. Но вот она говорит, и такое ощущение, что на неё какая-то радуга сверху, да? Или от неё чрезвычайно интересные вещи. Даже не интересные, а какое-то вдохновение. Она излучает какую-то энергетику, силу. Вот это в жизнь прямо, вот она её раскрывает. Это в теме, которая мне неинтересна как бы, да? Вот. Это было удивительное ощущение. Вот. Я просто благодарен вообще судьбе за встречу с таким человеком. Но при этом она явно не обладает вот этим вот физическим генератором, да? Который помогает там вот находить этот смысл. То есть, ну, вот такой противоположный пример. Но мне кажется, это исключение. И ещё мне кажется, что если бы я, наверное, свинства, да? Ну, если бы вот она нашла в себе силы поддерживать своё здоровье, её энергия могла бы как-то вообще, наверное, мир изменить просто. Вот. То есть, ну, понятно, что я говорю. Германистин должна быть. Надеюсь, действительно, она это не увидит. Или, надеюсь, это её ни в коем случае не обидит. Потому что, ну, действительно, это... Просто я к чему? Вот просто у нас так звучало, что, типа, если человек спортом не занимается, если он там толстый, то он вообще не человек. Ну, это не так, да? Есть энергия, на мой взгляд, которая гораздо больше, чем просто здоровье. Но здоровье – это самая простая, мощная энергия, которая, да, может дать возможность расцвести человеку. Вот. И если мы её лишаемся, ну, это просто странно. Нет, отличный пример. Всё разложили. И как минимум можно там всё это связать в трёх словах, что занимайся спортом, чтобы быть более энергетичной жизнью. Просто, да, это даёт энергию. Наполненный мне жизни. Да, вот. Если, ну, я прошу прощения, но если ты толстый, ну, тебе трудно жить. Просто трудно. Вот. Гораздо труднее, чем мне с моими протезами. Вот. То есть, ну, это вот... В общем, беритесь за дело, поправляйте здоровье. Если, так сказать, если нет мотивации, то посмотрите на Сергея. И он отличный пример того, что всегда можно взять и найти своё дело. Взять, найти свой вид спорта. И быть, несмотря ни на что, позитивным, позитивно настроенным, эффективным человеком. И найти, да, вот, найти свой вид спорта. Может быть, действительно стоит именно искать всякие разные. Кому-то одно нравится, кому-то другое. Ну, не обязательно идти в зал и, значит, душно потеть. Вот. Бывает вообще столько вариантов классных, интересных тренировок. Ну, не фанатично, но плаваю с удовольствием. Скорее, в озере. Вот, если я озеро вижу, то почему бы его не переплыть? Здорово. И ещё сколько видов спорта, которые вам предстоит попробовать? Да, начнёте с парашюта. Ну, да, просто глупо было бы отказаться от такой возможности. Надо попробовать. Я тоже хочу в этом году попробовать. Многие ребята рассказывают, у меня есть друзья, мы записывали интервью, они мастера спорта, по парашютному спорту, и они экстремалы прыгают в инкс-сьютах, с бейс-джампинг, да, с бейс-джампинг, да, с бейс-джампингом. Ну, всё. Рассказывают, что это, конечно, наркотик. Прыгнуть несколько раз, уже не с полторы тысячи, а там с трёх-четырёх, ты, конечно, заражаешься, и это столько такой прилив энергии, тоже всплеск такой даётся, что это обязательно надо попробовать. Ну, если касательно экстрима и такого наркотического экстрима, я надеюсь, что, скажем так, мне не нравится экстрим в чистом виде, то есть вот такой риск, ощущение риска, опасности, мне оно категорически не нравится. Я когда еду на машине, я всегда пристёгиваюсь, но мне нравятся предельные состояния, которые требуют от меня максимальной отдачи, максимального, чтобы всё моё существо работало в данный момент. Плюс, что ещё польза для здоровья – это циклические какие-то виды спорта, активные, ну, там, велосипед. У меня есть товарищ Алексей Абаденов, он четырёхкратный чемпион мира, мы с ним записывали тоже интервью, а он паралимпиец, у него проблемы с руками, ну, руки ампутированы, и он катается на велике, он рекордсмен мира, ну, на какой-то гонке, на треке, на треке, и участвовал в гонках, на шоссейниках, мы с ним на связи, потому что тоже очень удающие силы. Слушай, все люди, которые достигли медали на олимпийских или паралимпийских людях, это немножко уже не люди, это ж железные человеки. Просто зная, какое... Выйденный из них. Какое... Не, я до медали не дорос, вот. Но вот я понимаю... Вопросы в том, что взяли и вот это стереотипное, расстроенное, как сказать, расстроенный жизненный потенциал, взяли его в руки, занялись, всё наладили, и вот это, наверное, самое значимое, самое сильное, есть сложное. Я очень стараюсь, да, и вообще, и дальше. Жизнь эта штука интересная, вот. Сергей, как про Эльбрус советуете ли вы людям, ну, после вашей трагичной, как сказать, трагичного восхождения ситуации, ходить в горы, Эльбрус, или вы сейчас... Те, кто туда хочет идти, они не будут слышать моего совета. Ну, то есть, это... Горы, это особое состояние, это требует максимально... Ну, знаете, психологи часто вот... Я поясню, зачем я вот в горы ходил. Ну, как для себя я это как рефлексирую, и, наверное, отчасти и в этом что-то есть. Просто... Вот наша жизнь там состоит из тысячи мелочей. Мы утром встаем, там, у нас какие-то дела, надо это сделать, и это там в будильнике, какие-то там, в общем, события, с тем встретиться, туда прийти. В общем, тысячи мелочей, вот. И вот одновременно делаешь это, думаешь о другом, смотришь в телефон, и вот как бы вот так оно и течет все время. Вот. Когда ты приходишь в горы, ты думаешь только о том, как сделать следующий шаг. Ты сконцентрирован на своем дыхании. Ты смотришь вокруг, потому что ты охреневаешь, как это красиво, как это сложно, как это... Ты полностью там, абсолютно, весь существо. Вот это привлекает. Там не актуален Инстаграм. Ну, только на подъемнике, да, там вот, когда ты на халяву в горы попал, посмотрел, вот там вот Инстаграм. А когда ты сам туда залез, не до Инстаграма. На самом деле, когда я поднялся на 5600, мне так было плохо, я взял с собой чай, термос и хотел еще снять видео на Инстаграм. Да, мне так было не до этого, что я взял на это. Вот это другой мир. Это там ты принадлежишь себе. Пусть это очень тяжело, пусть это плохо, но там ты целиком там, только там, больше нигде. И это то, что, ну, как сказать... Ну, отличает от других видов активности, альпинизм. Ну, в том числе, да. Ну, каждый ищет в горах свое. Это настолько огромный, обширный мир, что будет вот сколько людей не пригласи, каждый будет рассказывать о чем-то своем. Но в любом случае, это некое сложное переживание, которое для каждого уникальное... Ну, я побавился задать этот вопрос, но чувствую, что какого-то страха у вас не осталось. К ребросам? Да нет, мы собираемся даже вот команда... Сейчас пока, ну, уже так аккуратненько, но готовим проект туда снова залезть про олимпийской команды, чтобы было весело на лыжах оттуда спуститься. Это мощно. Вот. Ну, пока это все вопрос тоже там и финансовый, и все, но такая идея есть. Страхов по этому поводу у меня нет. Глупо идти в горы, просто вот побежал и без инструкторов, без всего. Ну, к такому путешествию нужно готовиться. Гора — это повышенная опасность. Да, да. Это повышенная опасность, которая требует ремня безопасности и прочее. Туда нельзя идти неподготовленным. Вот. И это важно. Ну, соответственно, просто как бы, да, забежать на Эльбрус — это так себе идея. Там просто продают туры там за пять дней, у вас по дню неподготовленных любых. Ну, это страшно, конечно. Поэтому там много травм, много гибнут на Эльбрусе, потому что... Очень много. Гонят. Потому что гонят, бегут, да. Потому что вот цель, чего вот Вася смог, а я нет, и побежал. Вот. А ему инструктор говорит, все, опасно, погода меняется, твое состояние неадекватно, а человеку все равно он бежит. Ну, и вот, соответственно, результат. Вот. Этого нельзя допускать, но как бы, чего же тут делать? То есть это просто... Такие вещи требуют подготовки. Но это прекрасно. Оно того стоит. Спасибо, Сергей. Желаю вам спортивных достижений, успехов и поддерживать свой боевой жизненный настрой. Спасибо огромное. Спасибо.